Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодняшнее послепасхальное воскресенье именуется неделей расслабленным, потому что именно в этот день читается хорошо известная Евангелие об исцелении расслабленного при Овчьей купеле в Иерусалиме. Совершалось там каждый год чудо, ангел Господень как бы возмущал воду, приводил ее в некое движение, и те больные, которые постоянно находились там, страдающие различными недугами, старались первыми устремиться в эту купальню, потому что исцеление распространялось на того, кто первый возойдет в эту воду. Наверное, не случайно Господь даровал именно такое чудо, потому что можно себе представить, как тяжело человеку, тяжко страдающему, сконцентрировать все свои силы, чтобы первому достичь вожделенной воды. Зачем это Господу надо было? А потому что в этих усилиях проявлялась вера людей, их целеустремленность, их надежда на исцеление. Тот, кто не мог проявить должного усердия, или кто, может быть, ленился его проявить, у кого не хватало терпения каждый день ожидать это чудо, неизвестно, в какой день приходящее, они не получали исцеления. Господь помог расслабленному человеку, по-нашему парализованному, у которого вообще не было никаких шансов первому окунуться в купель. 38 лет он лежал и не мог этого совершить, потому что двигаться сам не был способен. А человека, который бы помог ему, не было. За 38 лет никто не проявил желания помочь этому несчастному, парализованному человеку первому войти в целебные воды, дабы получить от Бога исцеление. И Господь Иисус Христос исцеляет этого человека. Это дает нам возможность именно сегодня подумать о том, какой смысл в человеческих болезнях. Есть ли какой-нибудь смысл? Может быть, это просто неудачное стечение физических или каких-то там генетических обстоятельств и условий, когда человек вдруг заболевает чем-то или, может быть, просто постигший его житейской неудачей. Может быть, болезнь – это бессмыслица? Она ведь вырывает человека из повседневной жизни, ограничивает его возможности. Но какая польза может быть в этих обездвиженных людях? Какая польза для них от всего того, что обрушилось, непонятно почему, именно на их голову? У святого Василия Великого находим замечательные слова. «Поражается тело, чтобы спасалась душа». Вот это и ответ всем тем, кто не видит смысла в болезнях и в скорбях, кто считает это случайностью, недоразумением или просто недостаточным развитием медицинской науки, которая в представлении таких людей в какой-то момент будет лечить человека от любых болезней. Но уже сегодня наиболее проницательные умы научные, в том числе и в сфере медицины, сомневаются в такой перспективе. Потому что стремительное, научно-техническое развитие человеческой цивилизации сопровождается появлением новых страшных болезней, о которых еще вчера никто не мог помыслить. И те силы, которые заложены в человеческий организм, которые мы привыкли называть иммунитетом, перестают работать. Поражаешься, читая исторические книги или даже хроники о том, как легко одевались люди в лютые морозы, как ходили без шапки, как некоторые ходили босиком, когда у многих не было теплой одежды, и задаешь себе вопрос, а что же было тогда, что в наших широтах был другой климат? Отнюдь нет. Люди были здоровее, иммунитет был на порядок сильнее, чем у современного человека, и без антибиотиков они спасались. Вот то, что происходит с человеком, дает основание понимать, что при всем совершенно замечательном развитии медицинской науки, которая действительно помогает людям сегодня дольше жить и быть здоровее, болезнь, видимо, никогда не уйдет из человеческой жизни. И объяснить это можно только тем, что болезнь является каким-то особым фактором, содействующим духовному росту человека. Поражается тело и спасается душа. А почему так? А потому, что в болезни человек обретает некую ограниченность или осознает свою ограниченность. В болезни человек нуждается в помощи, как тот расслабленный не мог сам сойти в воды овчьей купели. Кто-то должен был ему помочь, а это значит, что уж кто-кто, а тот-то расслабленный не просто сознавал свою ограниченность. Он жил в этих условиях этой абсолютной ограниченности. И вот в этих условиях что может происходить с человеком, с его сознанием, с его психологией? Существует путь полного отчаяния. Я ограничен, я ничего не могу. К примеру, не вижу или не слышу, или не могу двигаться, или давление поднимается так, что работать не могу, или теряю присутствие духа от непонятно каких внутренних нервных реакций на окружающую среду. Да мало ли почему происходит это ограничение человеческих возможностей, от которых люди страдают. Но с другой стороны, человек, сознающий свою ограниченность, никогда не совершит самого страшного греха. Он духовно не погибнет от гордыни. потому что гордыня, в которой проявляется сама суть греха, ибо дьявол есть отец гордости, она всегда от сознания силы, могущества, способностей, внешних данных, от положения которого мы достигаем в обществе или в окружающих просто нас людях, среди этих людей. Болезнь, как ничто иное, ставит человека на место. И чаще всего у него возникает потребность болящего человека в центр жизни поставить кого-то другого. У того расслабленного был некто, кто мог бы помочь ему сойти в спасительные воды. У кого-то, может быть, прекрасный врач, на которого начинает надеяться такой человек, или близкие, которые разделяют его скорбь. Больной человек как бы выходит со своим собственным я из центра жизни и уступает этот центр другому. он начинает жить вольно или невольно по заповеди Христовой. Потому что все заповеди нарушаются от того, что в центр жизни вместо Бога и ближнего мы самих себя поставляем и все силы направляем на то, чтобы только самим себе служить, своему процветанию, своей карьере, своему обогащению, обретению власти. А больной человек во всем этом боли не нуждается. Он не думает о карьере, он не думает о власти. Он освобождается от многих грехов, но самое главное, нуждаясь в помощи, он кого-то другого рядом с собой поставляет не столько физически, сколько духовно. посмотрите, как больные люди смотрят на того, кто приходит к их постели, чтобы им помочь с радостью, с надеждой. Свет в окошке человек, пришедший к больному. Но никто из людей ведь не помог расслабленному овче купеле. Помог ему Бог. И может быть самое великое и прекрасное, что происходит в сознании больного человека, когда он осознает, что его жизнь в руках Божьих. Это происходит тогда, когда человек сознает, что его болезнь смертельна. мне приходится время от времени посещать больницы как для взрослых, так и для детей. И чаще всего я прихожу именно в те больницы и встречаюсь с теми, кто болеет такими болезнями. Если эти дети, если это дети, то я чувствую себя среди них, как в раю. это святые дети, а их окружают святые родители, которые не бросают этих детей, не отказываются, борются за их жизнь, и не только мобилизуя все возможные силы, которые существуют и подвластны им, но в первую очередь и чаще всего именно там встречаешься с очень большой огромной силой молитвы. И все эти люди уступают в жизни своей центральное место Богу. Поражается тело, чтобы спасалась душа. очень многие святые отцы болезнь называют божественным посещением. А если человек всегда здоров, если он никогда не испытывает своей ограниченности, то это может проистекать и от Бога оставленности. Особенно если человек злой, ничего доброго не делает, наслаждается этим своим центральным местом в жизни, расталкивает других локтями, попирает ногами, идет по пути своей карьеры, борется за обогащение любыми средствами, у такого человека нет ничего, что бы могло его спасти, никаких внутренних сил, он погибающий человек. И если Господь хочет спасти, может быть, по молитвам родителей живых или усопших, по молитвам близких, иногда очень страдающих от такого человека, жен или мужей, или даже детей, то без болезни спасение таких не происходит. Иногда эта болезнь душевная, духовная, срыв в карьере, осознание того, что все, чему служил, прах и ничего не приносит пользы, а иногда это физическая болезнь, которая обращается изменением души такого больного человека. Господь, любящий Отец, Он не желает ничьей погибели, Он не ломает ради спасения нашего, нашу природу, нашу свободу, Он нас не превращает в винтики некой огромной машины, каждый нас свободен, ибо создан по образу Божию, но из-за любви Господь простирает часто к нам свою руку, спасающую руку, и иногда через болезнь, а потом и через исцеление Он приводит к переосмыслению своей жизни и к обретению путей ко спасению. Вот всеми этими смыслами и наполнен сегодняшний день. А вывод очень простой. Мы никогда не должны отчаиваться, когда нас посещает болезнь. Мы должны, конечно, употреблять современные средства лечения, обращаться к врачам, но если сохраним Бог когда-нибудь почувствуем, что навряд ли нам сможет помочь медицина, никакого отчаяния быть не должно. А просто нужно хорошо запомнить слова святителя Василия Великого «Поражается тело, чтобы спаслась душа». И да поможет нам Господь именно так встречать трудности жизни своей, в том числе и физическую немощь. Аминь. Христос Воскресе! Христос Воскресе! Воскресе! Христос Воскресе! Христос Субтитры создавал DimaTorzok